МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24 в студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте. И коротко о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Стоп Энерговора. Дагестанская сетевая компания отключает свет у неплательщиков. Республиканскому урологическому центру 25 лет. А конференции приурочены ко знаменательной дате. Сегодня в выпуске. Укрепить как спортивные навыки, так и морально-нравственные качества. Дагестанская делегация продолжает серию общественно значимых встреч и мастер-классов в Сибири. Чтобы люди хоть немного почувствовали, что город стал лучше и безопаснее, так обозначил Владимир Васильев координационное совещание, посвященное обеспечению правопорядка в республике. Электро- и газоснабжение, безопасность в праздничные дни, а также изъятие у граждан незаконного оружия. Эти и другие вопросы были обсуждены на встрече с главами министерств и ведомств, руководителем региона. Все подробности у пасть Матханаповой. Отключение электричества в дни непогоды с этой злободневной для жителей столицы темы начал с совещанием Владимир Васильев. Глава республики раскритиковал ответственные ведомства и напомнил, что обесточивание разрешено на несколько часов, но никак не на сутки. И похвалил Васильеву и газоснабжающие организации. Проверки показали, что население регулярно оплачивает коммунальные услуги, при этом их оплату переводят на фиктивные лицевые счета, а им дополнительно начисляют необоснованно высокие долги. По данному факту прокуратура уже проводит проверки. В результате межведомственного взаимодействия в сфере ТЭК установлены системные злоупотребления руководством ООО «Газпром» Межрегионгаз Махачкала, которые с целью сокрытия потерь и хищений газа организовали начисление на лицевые счета граждан несуществующих долгов. Следователям МВД по республике в начале ноября возбуждено 5 уголовных дел в отношении руководителей ООО. Как установлено, в абонентских базах ЗАО «Дагестан-Регионгаз» находились десятки тысяч лицевых счетов, открытых на несуществующие адреса. Вымышленные лица из отвоения счетов. Вот мне рассказывали конкретно, в день платежей люди подходят и спрашивают, а почему мне 10 тысяч рублей лишних начислили за газ? И, ну, знаете, объясняют, да ничего, потом снимем. Потому что человек ходит, не снимает, но будет судиться, наверное, с ним. Я прошу всех глав, по всем обращениям, передавать информацию, во-первых, самим разбираться, и соответствующим образом, передавать в руководительные органы. Если мы сейчас, вот той проверкой, которая проводится и работает, выйдем на то, что на ваших поселениях системно это делали, встанет вопрос, где вы были, где были вы, когда ваши жители обирали. Обеспечение безопасности период новогодних праздников также стало основной темой для обсуждения. Глава МЧС Дагестана Нариман Казимагомедов и замминистра внутренних дел Дмитрий Гутыря отметили, что работы по усилению безопасности в городе уже проводятся. Для усиления охраны общественного порядка в указанный период населенных путов предусмотрено привлечение к патрулированию на улицах и других общественных местах военнослужащих Росгвардии по месту их дислокации. В городах и районах республики организованы круглосуточные дежурства. Для обеспечения безопасности в городе проводятся мероприятия по изъятию незаконно храняющегося оружия. На 30 ноября дагестанцы уже сдали больше 120 единиц огнестрельного оружия. Сдается оно не безвозмездно. Добровольцы будут поощряться материально. Ежегодно в регионе на выкуп у граждан оружия выделяется 3 миллиона рублей. Патемат Ханапова, Даут Гассанов, телеканал ННТ, Махачкала. Отключили свет за кражу электроэнергии. Дагестанская сетевая компания провела рейд в рамках акции «СМИ против энерговоров» и «Стопэнерговор». Под пристальным вниманием оказались новостройки Кировского района Махачкалы. Так, в списки на отключение попали многоэтажки по улице Дачная и несколько частично заселенных домов по проспекту Акушинского. На разговор с энергетиками никто не вышел. В отличие от жителей двух новостроек в научном городке, они поделились с энергетиками контактами застройщика, из-за беседствия которого и возникла такая ситуация. В городе Махачкале были во время проведения учений в СССР были установлены приборы учета на трансформаторах, так называемые технические приборы учета. И проведенный анализ по этим приборам учета показал, что где идут утечки. В основном те дома, у которых есть документы, с ними проблем никогда не бывает. Они представляют информацию, мы их подключаем. В основном 99% для дома, незаконное подключение, незаконное строительство. Проблема только в этом. Аналогичная ситуация сложилась с двумя четырехэтажными домами в поселке Семендер. По итогам рейда составлено 46 актов бездоговорного потребления электроэнергии на более чем 300 тысяч киловатт-час. Далее их направят в правоохранительные органы для составления протоколов и принятия мер в отношении нарушителей. Глава Дербента нашел заместителя в кадровом резерве. Им назначен победитель конкурса управленцев Мой Дагестан Видадзи Зейналов. Отметим, что Зейналов с 2003 по 2008 год был членом избирательной комиссии Дагестана. А с 2013 года по сегодняшний день являлся руководителем дополнительного офиса ПАО «Сбербанк». А в Каякенском районе, возможно, скоро появится санаторно-курортный комплекс. Министр туризма Дагестана Расул Ибрагимов посетил район с рабочим визитом и лично осмотрел перспективные туристические объекты. Одно из них – озеро Аджи. На территории более 8 тысяч гектаров глава ведомства осмотрел места, где создаются условия для развития любительского спортивного рыболовства, экологического туризма, а также семейного отдыха. Посетил министр и природные термальные источники, которые находятся недалеко от береговой линии. Отметим, что концепция развития туристического потенциала района предусматривает строительство санаторно-курортного комплекса. Дагестан получит 11 миллиардов рублей на ликвидации трехсменки. Об этом сообщают в правительстве Российской Федерации. Задача ликвидации трехсменного режима обучения будет полностью решена в 2019 году. Кроме Дагестана, в список финансируемых по данной проблеме регионов вошли Чечня, Бурятия и Ингушетия. Однако, по словам представителей ведомства, самая критичная ситуация в городах Махачкала, Касписк и Хасавюрт. Именно поэтому в рамках госпрограммы развития образования в следующем году будут построены 19 новых школ. Лучшим учителем этого года в Махачкале стал молодой преподаватель географии Ильдар Хусейнов. Четыре дня вместе со своими коллегами он боролся за первое место. Уже весной Хусейнов будет участвовать в конкурсе «Учитель года Республики Дагестан». Эмоции, но никакими словами их не описать на самом деле. Вот это признание, которое я получил сегодня, это на самом деле импульс к дальнейшему развитию моего, как педагога. Напомним, «Учитель года России» – ежегодный всероссийский конкурс, с целью которого является выявление, поддержка и поощрение передовых школьных учителей. Республиканскому урологическому центру исполняется 25 лет. Это одно из первых медицинских учреждений, в котором были внедрены современные малоинвазивные оперативные вмешательства в сфере урологии. В честь юбилейной даты центра была организована конференция, на которую прибыли министр здравоохранения Республики Дагестан Джамалудин Гаджи Ибрагимов и специалисты из лучших федеральных центров. На мероприятии было отмечено, что помощь, организованная по всей республике этим центром, продолжает развиваться. В отдаленных районах Дагестана успешно реализуется программа по раннему выявлению и своевременному лечению заболеваний урологического профиля. А в самом центре проводятся высокотехнологичные операции и дистанционные консультации с ведущими клиниками России. Со дня основания урологического центра центр является головным учредением по урологической службе Республики и также центр является организационным методическим центром для всех урологических отделений Республики. По ВМП в этом году мы оперировали 22 больных. То, что запланировали, мы уже выполнили. В следующем году, конечно, будем наращивать там все. Соответственно, и аппаратура там все будет, и будем работать дальше. Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию краткий обзор событий от Зумруд Гамидовой. В Карабудахкенте уроженец Узбекистана убил свою жену. Следственный комитет возбудил уголовное дело против 25-летнего мужчины. Преступник в ходе возникших личных неприятных отношений нанес несколько ударов ножом в область груди своей супруги. От причиненных ранений потерпевшая скончалась на месте. В настоящее время подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается. В Дагестане могут повысить размер выплат за добровольно сданное оружие. Каждому выплатят определенную сумму. За сдачу пистолета, к примеру, предусмотрена выплата в 30 тысяч рублей. Автомата – 40, а за гранаты – по 1500 рублей. Народу такая инициатива пришлась по душе. За этот год дагестанцы сдали в отдел республиканского МВД 127 единиц огнестрельного оружия, более 6,5 тысяч боеприпасов и 23 килограмма взрывчатых веществ. За сдачу незаконно хранящегося оружия гражданин освобождается от уголовной ответственности, если, конечно, с помощью него не было совершено преступление. Жительницы Дагестана 5 лет незаконно получали пенсию, и подозреваемые, используя поддельные документы, незаконно получали пенсионные выплаты по старости. В 2012 году они предоставили в отделение пенсионного фонда документы о досрочном выходе на пенсию. Однако основания для этого у обвиняемых не было. На протяжении пяти лет обвиняемые получили 600 тысяч рублей каждая. Возбуждено уголовное дело. 50 миллионов рублей на учебники по родным языкам выделили дагестанские меценаты. Эти средства будут направлены на учебники по шести языкам для учащихся начальных классов. На закупку учебников по родным языкам и дагестанской литературе в бюджете республики заложено 20 миллионов рублей. Но эти средства не хватают для решения данной проблемы. На сегодня полностью обеспечены книгами только половина школ республики. Дагестанская делегация продолжает серию общественно значимых встреч и мастер-классов в Сибири. Очередные открытые тренировки с участием именитых бойцов прошли в спортзалах Кемеровской области. Там, в самой столице региона Кемерово и в Новокузнецке чемпионы мира по ММА и грэплингу Магомед Маликов и Магомед Тимеев делились секретами своего мастерства. Это и ударная техника, и борьба возле стенки, и удушающие приемы. Интересно, что практически все они основаны на определенной хитрости. Я понимаю, что когда я бью, он меня встречает. А я могу это в момент показать, он бьет, а я прохожу. По окончании мастер-класса проводились беседы с воспитанниками клубов. Здесь же к бойцам присоединились представители дагестанской делегации. Речь уже шла не только о спортивных навыках, но и о укреплении морально-нравственных качеств. Вы должны быть теми людьми, которые пользу другим приносят. Помогая своему другу. Если кого-то обижают, встаете на его защиту. Уважение к родителям проявляете. Учителей слушаетесь. Тренера слушаетесь. Никогда не делайте другому того, что бы вы не хотели, чтобы по отношению к вам кто-то сделал. И вот так вы все время, ваш девиз – быть полезным для людей, для страны, для всего общества. И помнить, чем больше вы приносите пользу, тем больше вас любит Всевышний. Ведущие ушу-сандеисты Европы съедутся в эти выходные в Дагестан. Здесь, в Каспийском дворце спорта имени Али Алиева пройдет пятый международный турнир памяти Юнуса Гусейного. Своё участие в нем подтвердили около 200 атлетов. Они будут выяснять отношения в 11 весах. Ежегодно главным призом турнира становится автомобиль. Его разыгрывают в категориях, где в свои годы выступал Юнус Гусейнов. В этот раз ключи от «Лады Гранты» получат чемпион в весе до 70 килограммов. Начнется турнир 8 декабря утром, а финалы и официальные открытия планируют провести на следующий день. Еще один крупный турнир с 7 по 9 декабря пройдет уже в Дагестанском центре волейбола при стадионе имени Елены Исимбаевой. Всероссийские соревнования посвятят памяти народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Турнир носит название «Кубок дружбы». За победу в нем будут бороться 4 коллектива. Это местный клуб Дагестана, также «Динамо» из Майкопа и одноименные команды из Ростова и Грозного. Напомню, что мемориал Расула Гамзатова проводится с 2003 года. Таковы были новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать на нашей официальной странице в Инстаграм, а также на сайте youtube.com. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова